Расскажите немножко о том, что сейчас происходит в ваших ощущениях. Как вы чувствуете себя, как будто бы его? Ну вот, как лежу на боку, налево, в траве, передние лапы вытянутые, и вот такое ощущение, как будто как сверху смотрю на своё тело. Хорошо. Так высоко прям. Давайте попробуем понять, почему вы смотрите на тело сверху. Как будто как тело без движ, как мёртвое тело, как будто когда оно застывает, холодное, вот как будто такое тело. Хорошо. А сейчас давайте вернёмся к тому моменту, когда тело ещё было не холодное, когда оно было полностью жизнеспособное, прямо перед той ситуацией, которая привела к обездвиживанию. Я щёлкну пальцами и вы от имени котика вспомните себя в полном здравии. Как дорога, такая отсыпанная галька, что ли там. Хорошо. За несколько мгновений до этого сделаем сейчас так. Мысленно вы смотрите на эту ситуацию сверху или сбоку, со стороны. Вы смотрите на эту ситуацию, вы видите, что откидывает кота, что с ним происходит. Какая-то детская нога, как будто как пинают, что ли. Вот как вот такая тупая боль в правой стороне, как от этого удара как будто как падает на спину. Возвращаемся к тому моменту, когда кот лежит в траве и смотрит на своё тело сверху. Вы понимаете, что в это время чувствует душа вашего кота? Чего он хочет? Что он стремится сделать? Душа хочет обратно в тело, а тело вот такое, как каменное, как холодное тело. Туда тебя тянет, а тело не пускает в душу. Вот такое ощущение. Первое, что идёт, что-то сделать. Хорошо, мы это разберём, мы поймём, что-то сделать, это что. А сейчас наступает то мгновение, когда тело принимает душу. Такое мгновение наступает, так или нет? Как будто вот как тепло разливается в передние лапы. Если по человеческому телу, как в руки, а так как в лапы и до середины. А дальше как холодные, ноги, лапы как холодные задние. Как вот прям полтуловища. Как будто душа не до конца овладела телом. Вот так, наверное, надо назвать. Хорошо. Кот, в конце концов, принимает какое-то решение. Кот начинает что-то делать, куда-то двигаться. И вот сейчас мы перемещаемся в тот момент времени, когда встречаетесь вы и кот. Вы смотрите на себя глазами кота. Что кот чувствует, когда он смотрит на вас? Ну, такое, как вот сразу такое тепло разливается в этом. Вот голова, уши. Вот до половины тела как будто тепло такое разлилось, что как родственные души. Хорошо. Вот как бы он родственную душу увидел. Хорошо. Как спасение, что ли, такое. Аж даже дышать легче. Давайте мы поймём, сколько времени нужно будет телу для того, чтобы максимально восстановить себя. Девять месяцев. Хорошо. Если пришёл такой срок, пусть тело котика восстанавливается именно за этот срок. А сейчас мы сделаем ещё одну вещь. Было ощущение, что кот что-то не доделал. Тогда, когда душа смотрела на бездыханное тело. Спрашиваем у души кота, что он не доделал. Что нужно сделать в этой жизни? Первое, что идёт, восстановить связи. Хорошо. Между кем и кем? Вот мурашки пошли между сыном и отцом. Хорошо. Сын чей? Отец чей? Сын мой. И мой муж. Почему кот должен восстановить эти связи? Как он может это сделать? Он любит и сына, и мужа любит. Какая-то любовь какая-то. А я как будто тут ни при чём. Хорошо, пусть так. Вот сейчас душа кота понимает. Удаётся ли выполнить вот эту задачу? Да. Отлично. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...